Всем привет! Меня зовут Полина. Меня зовут Женя. И мы находимся в молодежном центре Содружества. Здесь на 3,5 тысячи квадратных метров работает целых 16 направлений. Например, хореография или настольный теннис, футбол, школа ширлидинга и жонглирование. И это только здесь. Еще 7 отделов расположены в разных уголках Зайльцовского района нашего города. Сегодня нам выпала честь попробовать несколько направлений на себе. Ну что, Жень, начнем? Поехали! Мы находимся в креативном пространстве Тут, молодежного центра Содружества. Здесь находится дизайн-студия Предапарте, где учат людей моделировать и изготавливать дизайнерскую одежду. Итак, мы с вами находимся в самом центре. Посмотрите, это мастерская. Здесь работает, девчонки шьют. Если у вас есть любая идея, вы не знаете, как ее воплотить, то педагог Мария, обратите внимание, обязательно поможет вам сделать, ну, например, фенечку или, допустим, какое-нибудь свадебное платье. А мне достанется бабочка из лакированной кожи. Нам потребуется два отреза ткани 10 на 6 сантиметров и еще один маленький отрез до перемычки. Ну что, Полина, приступим? Конечно, с удовольствием. Так, для начала берем нашу ткань и отмеряем 12 сантиметров в длину и 8 сантиметров в ширину. У меня получается. Я ползу очень медленно, не нарушая никаких правил. Стоп. Сейчас, после того, как мы сделали заготовку, Мария сказала, что мне нужно слегка припарить или приутюжить. Вот и смешные слова, о которых я пыталась узнать. Нужно со всей силы припаривать и приутюживать, чтобы изделие в итоге получилось отличное. Я не могу пройдеть. Я беру помощь зала. Руки мастеру, понимаете? И руки фломастеру. В общем, если у вас есть какие-то идеи, если вы хотите научиться шить, делать аксессуары, то я думаю, что двери дизайн-студии Предапорте открыты для вас. Чего вы смеетесь так давно? Сегодня из креативного пространства тут я ухожу с замечательной, красивой бабочкой. Я буду ходить не всегда и объявлять цирковые номера. Друзья, мы находимся в школе жонглирования и оригинального жанра АП. Здесь мы можем научиться не только обычному жонглированию, но и таким разновидностям, как поинт, стафф, дабл стафф, китайский веер, огненные веера. Я пока в этом ничего не понимаю, но нужно найти человека, который мне все это объяснит. Пойдемте. Что ж, друзья, сейчас будет очень страшный номер. Сейчас я при помощи двух шаров и настоящего мастера жонглирования буду учиться жонглировать. Что из этого получится, сейчас увидим. Чего мы начнем? Самое простое упражнение. Мастер жонглирования. Мастер. Я стал настоящим мастером жонглирования. Ну, может и нет, но я старался. На самом деле это очень трудно и очень классно. А сейчас вы увидите то, чему я научился. Это высокое искусство, а не жонглирование. Сейчас я буду обучаться манипулированию кнутами. Это очень опасно. Давайте смотреть. Кто в доме хозяин? Вот так. Манипуляция кнутами это очень захватывающая и очень интересная вещь. Ну что ж, не будем останавливаться. Идем дальше. Ну что ж, друзья, как казалось, жонглирование это не просто обычное перекидывание мячей. Существует очень много видов жонглирования. Я сегодня практически их все опробовал. Я одел, может быть, это нелепо, но мне очень понравилось. Так что я советую всем приходить в школу жонглирования АП. Ну что, пойдемте дальше. Ну вот, наконец-то я и добралась после урока в дизайн-студии Порте Порте Порте. Привет, Порте. Привет, Порте. Привет, Порте. Я и добралась до молодежного центра Содружества, где меня ждет урок чирлидинга. И чтобы начать занятие чирлидингом, мне нужно переодеться в спортивную форму. Минуточку. Меня тренер пожалел и пока оставил в стороне просто смотреть. Тренер дал мне помпоны. Пока я не поняла, наверх берут тех, кто легкий или тех, кто смелые. Непонятно. А что вы будете делать? Предупредите меня, как мне себя вести. Ага, ага. Ага. Но в целом я не умру. А теперь вот так. Так, я на ручку. Ой, на вторую ручку. Три, четыре, ноги. Раз, два. Я хочу. Колени убегай. Да, на ручку. Помпоны. Что си? В общем, в Содружестве Самый Лучший Чирлидинг. Пожалуйста, приходите к ним на занятия. В общем, это невероятно супер круто. Все, спускайте меня. О, как слабость. О, Господи. Ребят, можно, пожалуйста? А, подержи. Спасибо, папка, хорошее, что вы меня не уродили. Это лучшее, что я делала за сегодня. Да фиг этот дизайн. Вообще, мне нужен был. Друзья, следующим очень интересным направлением Центра Содружества является бампербол. Бампербол – это такой большой шар, в который помечается человек. В раз в месяц в Центре Содружества проходит футбол в таких больших шарах. На одном из таких матчей мы сегодня присутствуем. Это очень зрелищная игра, но очень жестокая и травмоопасная. Мне даже сейчас тут стоять очень страшно, потому что в любой момент меня может приютеть человек в большом шаре. Давайте посмотрим. Сейчас будет нереальное зрелище. Мне доверили залезть сюда. На самом деле это не очень травмоопасно, как казалось со стороны. Сейчас я докажу, сейчас будет первое тестовое падение. Тут еще главное встать. Ощущения такие, воздуха мало. И если говорить с людьми, то они тебя не слышат, потому что тут ничего не слышно. Не знаю, вот как во время футбольного матча кричат люди друг друга, ничего не слышно. Ну что ж, друзья, впечатление очень нереальное. Как будто я только что попрыгал на каком-то большом батуте. На самом деле все это совершенно безопасно, не так, как смотрелось изначально. Я бы всем посоветовал прийти в центр содружества и поиграть в бампербол. Это намного интереснее и безопаснее, чем наш обычный российский футбол. Ну а нам нужно встретиться с Полиной, подвести итоги дня и обменяться впечатлениями. Ну вот и подошло к концу наше путешествие по молодежному центру содружества. Конечно же мы не успели побывать во всех творческих студиях и секциях этого молодежного центра. Но чтобы подробнее узнать о всех направлениях центра содружества, заходите на сайт или группу ВКонтакте. Ну а нам пора. Пока! Продолжение следует...